Приближались рождественские каникулы. Это было желанным и любимым временем в семье Кости и Руфь. Дети задолго до Рождества начинали готовиться к этому славному христианскому празднику. Как все дети, Джосеф и Аделия ожидали подарки, которые обычно находили в рождественское утро под елкой, которые украшены разноцветными шариками и огнями за две недели вперед. Но перед тем, как взять эти рождественские дары, дети дарили Господу Иисусу что-то заранее подготовленное – стихи, песенки или коротенькие тексты из Библии. Костя и Руфь научили детей не просто ждать этот праздник, но от всего сердца чтить его. Помните, дорогие, что Рождество принес нам младенец Иисус, наставлял Костя своих деток. Не забывайте никогда, что Рождество начинается с Иисуса, а не с подарков. Рожденный младенец – самый главный подарок для каждого человека. Он принес на землю весть о Божьей любви. И в этот день Рождества он ждет искренней благодарности из ваших сердечек. Костя и Руфь сидели у зажженного камина. Они беседовали о возможных вариантах празднования Рождества. Дети находились в соседней комнате и были увлечены чтением и играми. «А может быть, нам поехать к Славику с Лидией? Они давно зовут нас в гости!» Не совсем уверенно предложила Руфь. «Нужно позвонить им и спросить о их планах. И детям будет интересно провести Рождество в общении с их мальчиками. «Можно!» Немного подумав, односложно ответил Костя. Но новая мысль мелькнула в его голове. И он тут же добавил. «А что, если...» «Слушай, Руфь, это тебе, возможно, покажется не совсем привлекательным путешествием, и все же, я думаю, оно существимо, если учесть главную его цель». Костя задумчиво произносил фразу за фразой. Руфь даже прекратила вязание, внимательно слушая мужа. Но он вновь замолчал, погруженный в какие-то свои думы. «Что за путешествие ты предлагаешь, Костя?» «Ну, говори же, милый». «Руфь, дорогая моя, ты знаешь, что в моем сердце есть одно еще не исполнившееся желание. Годы летят, и, думаю, нужно сделать то, что зависит от меня, от нас. Когда-то я уже пытался сделать это, но не получилось». Костя вздохнул и с грустью посмотрел на жену. «Я говорю о своем отце, земном отце, Руфь. Рождество – время исполняющихся желаний. Я предлагаю поехать в Россию и встретить праздник в гостях у бабушки Зои. Там мы можем встретиться с моим отцом. Познакомлю его с тобой, покажем ему внуков и, самое главное, скажем ему о Спасителе. Как его сын и как дитя Божье, я желаю спасения своему земному отцу. Руфь слушала мужа и вспоминала его немногие рассказы об отце, о котором он мечтал все свое детство. И потом, уже будучи им сильно обиженным, помышлял о новой встрече, веря, что она будет благословена Господом Богом. Руфь любила своего мужа и всем сердцем разделяла его переживания. Если Костя считает, что время пришло осуществить этот сыновний шаг, стало быть, нужно помочь ему в этом. Руфь поднялась и подошла к мужу. Присев перед ним на корточке, она протянула к нему руки для объятий и прильнула к его груди. — Я готова, милый, ехать на этот край света, чтобы еще в одной душе, душе твоего отца, зажглась Божья свеча. И если именно ты должен ее зажечь, пусть так и будет. Костя тоже поднялся, увлекая за собой жену, и благодарно поцеловал ее в губы. Потом, чуть отстраняя от себя, посмотрел в ее улыбающиеся глаза и вдохновенно произнес. Зови детей, сообщим им о путешествии в заснеженный край света. Пусть увидят настоящую, морозную, русскую зиму-зимушку. Джосеф и Аделия, выслушав решение родителей, завизжали от восторга. Поехать в Россию они о таком и мечтать не смели. Провести целых две недели в местах папиного детства. Да это же так здорово! А сколько нового, интересного ожидает их! Папочка, вот это да! Какой-то чудесный подарок вы с мамочкой нам приготовили! Рождество, Рождество в России! С настоящим снегом! Джосеф и Аделия весело скакали вокруг родителей и хлопали в ладоши. Угомонитесь, пожалуйста, дети! Сядьте на диван и успокойтесь! Послушайте, что скажет вам папа! Захваченная восторгом детей, Руфь сама улыбалась, но это не мешало ей усмирить сына и дочь. Костя дождался полной тишины и наставительно обратился к детям. Мы с мамой довольны, что это вас радует, но я должен сказать, что эта поездка будет для вас миссионерской. Мы поедем в город, где живет мой отец и, значит, ваш дедушка. Он неверующий человек. Он не знает любви Христа. И от нас зависит показать ему эту любовь. Подумайте, что вы, каждый из вас, можете сделать для него. У вас еще есть время все обдумать и подготовиться. А теперь давайте призовем Господа и расскажем Ему о том, что желаем сделать для Его славы и для нашей радости. Все встали на колени. И, как было уже давно принято в семье, каждый помолился короткой молитвой, благодаря за все доброго пастыря. В этот вечер был положен первый камешек в строительство молитвенной стены для спасения дедушки Евгения. Что это была за встреча? Бабушка Зоя словно помолодела. Глаза ее лучили светом радости, и она не могла насмотреться на Руфь, Костю и своих милых правнуков. Ей хотелось ласкать их и говорить о своей сердечной признательности за то счастье, что они подарили ей своим приездом. Узнав за неделю об их вылете к ней в гости, Зоя Петровна не знала, с чего начать, чтобы встретить по-особому и чем-то необычным порадовать своих дорогих гостей. Остановилась она на простом, но щедром русском гостеприимстве. Напекла самых разных пирогов, какие только были возможны для зимнего времени. Зажарила в духовке домашнего гуся с яблоками. Приготовила грибной салат с клюквой. Все приготовив для радостного пира, Зоя Петровна отправилась в аэропорт. За два часа раньше прибытия самолета. Лучше уж там, на месте, среди людей ожидать, чем томиться дома одной. И вот объявили посадку ожидаемого ею рейса. Она сразу выхватила взглядом любимого внучка Костю из группы людей, входящих в зал ожидания. Потом увидела, как Руфь машет ей рукой и в ответ восторженно заулыбалась и ринулась к ним. Обнимая Руфь, Зоя Петровна увидела боковым зрением мальчика лет десяти и рядом с ним белокурую девчушку. А вот и мои правнуки, как я понимаю. Зоя Петровна наклонилась к малышке Аделии и ласково спросила ее, «Можно ли поцеловать такую чудесную девочку?» Как же была она удивлена, когда Аделия ответила ей по-русски, «Конечно, бабушка Зоя». Потом очередь подошла и для Джосефа, который, подобно своей сестренке, ответил на бабушкины объятия своими. И только потом Зоя Петровна повернулась к Косте. «О, мой Костя, ты превратился во взрослого мужчину! И все же для бабушки ты навсегда останешься еще ее милым внучком!» «Спасибо за подарок!» Не ждала, не ведала, что такая радость еще постучится в мою старушечью жизнь. «Ну, как не возблагодарить нашего Отца Небесного, любящего удивлять и миловать своих детей! Слава тебе, Всеблагой Господь!» «Знаю, знаю, что вы устали! Вспоминаю, как сама измучилась в таком долгом перелете, хотя и прошло больше десяти лет! Но не могу вас довезти домой с ветерком! Транспорта своего не имею! Идемте на автобус! Остановка рядом! Вот там, за углом! Довезет до моего домика!» На что Костя, обнимая бабушку, нежно возразил. «Такси возьмем! И с ветерком получится! У нас ведь чемоданы тяжелые, бабуль! Я сбегаю за такси! Еще помню, как это делается здесь!» Разгрузив свои чемоданы, Костя стал осматривать бабушкино хозяйство. Каждый уголок двора, каждая комната в доме были дороги для него и вызывали в памяти те или другие события. Джосеф и Аделия ходили за отцом по пятам и задавали вопросы. Особенно их заинтересовала игра в снежки, когда Костя, скатав снег в небольшой шарик, с легкостью запустил его в сына. Потом разыгралась настоящая снежная баталия, и уже через несколько минут все трое были обсыпаны снегом и со смехом, валившись в бабушкины сенсы, стали отряхивать друг друга от снежной пыли. Бабушкина стряпня всем очень понравилась. «Как же я соскучился по твоим пирогам! А густую бабуль вообще не идет сравнения ни с чем! — восхищался Костя. И его похвала очень искренне радовала Зою Петровну. Руфь вторила мужу и, обнимая бабушку Зою, просила научить ее такой славной русской кулинарии, чтобы уже там, в Америке, радовать все свое семейство таким же рождественским гусем, дышащим яблочным ароматом. И, конечно же, русскими фруктовыми и овощными пирогами. Сытный обед и домашнее тепло разморили гостей, и они с удовольствием откинулись на бабушкино предложение отдохнуть после долгой дороги. Вскоре в доме наступила тишина, а бабушка Зоя, преклонив колени, возносила молитву благодарного поклонения Отцу, Земли и Небес. Я хочу быть Твоим, мой Господь дорогой, Я хочу в чистоте проводить свои дни, Я хочу каждый день и ночною порой Твоё имя шептать и лелеять в груди. Я хочу быть Твоим, Твоё имя шептать день и ночь, день и ночь. Я хочу, чтобы сердце свой жизненный срок в каждом стуке своём прославляло Тебя. Я хочу, чтобы каждый почувствовал тьму, как Тебе благодарен, что любишь меня. Я хочу быть Твоим, Твоё имя шептать день и ночь, день и ночь. Я хочу, чтобы подвиголковский сиял перед взором духовных сердечных очей, чтоб тобою лежил и тобою дышал, чтобы ты был дороже всей жизни моей. Я хочу быть Твоим, Твоё имя шептать день и ночь, день и ночь. Уже неделю гостила семья Кости в российском городке у бабушки Зои Петровны. Посетили они и поместную церковь, где Костя в своём подростковом возрасте посещал воскресную школу. В доме молитвы Костя встретил своих друзей, один из которых служил предсвитером церкви после ухода бывшего пастора на отдых. Косте было предложено сказать слово и поделиться рассказом о церкви, где он и его супруга состояли членами. Руфь, уже довольно неплохо говорившая на русском, передала привет от братьев и сестёр их поместной церкви и спела вместе с Джосефом гимн «Бог есть любовь». Аделия тоже пожелала рассказать на русском языке один стих из Библии. Американская девочка передала наизусть всеми любимый золотой стих из Евангелия Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». И, закончив стих, добавила «Иисус любит Аделию, и Аделия любит Иисуса сильно-сильно». Произнося это, она, желая показать свою любовь к Господу, раскинула в стороны свои ручки и зажмурила глаза. Её произношение было очень забавным и выражение лица убедительно передавало любовь к Иисусу. Всё это вместе вызывало умиление, да так, что у многих появились восторженные слёзы на глазах. После собрания в доме молитвы была устроена вечеря любви. Джосеф и Аделия быстро подружились с детворой, и, как это обычно бывает у детей, легко и непринуждённо общались в одном из классов воскресной школы. Все были обогреты простотой христианского общения. Вечеря любви, хотя и слабый, но прекрасный образ небесного пира, который приготовлен небесным Отцом для всех возлюбивших и ожидающих явления славы великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Костя проснулся в этот день раньше обычного. Пройдя на кухню, он увидел хлопотавшую у плиты Зою Петровну. На столе горкой возвышались аппетитно пахнущие блины. «Доброе утро, бабуля милая!» «Блины!» восхищенно пропел он и обнял бабушку. «Это же мой любимый детский смак! Да ещё с клубничным вареньем! Настоящая вкуснейшая фантазия!» «Ты совсем не изменился, Костя! Такой же добрый и ласковый, каким я тебя любила в твоём детстве! Только стал мудрее и крепче! Зато Джосеф во многом схож с тем тобой, каким ты был в его возрасте!» Снимая со сковороды очередной блин, приговаривала Зоя Петровна. «Хорошую семью подарил тебе Господь, радуясь, глядя на вас, и довольна, что детей русскому учишь. Смотри, как в церкви-то послужили на радость всем! Я даже прослезилась от довольства и гордости мои правнуки!» Но тут же у Господа попросила прощения. Ему одному слава принадлежит, а мне радость. И это уже много! Костя сидел на стуле и смотрел, как бабушка ловко снимает со сковороды один блин за другим. Вот, наконец, и последний блинчик с мазным маслом улегся в общую горку. «Бабушка, у меня к тебе вопрос есть. Сядь, родная, отдохни. Хочу спросить у тебя. Знаешь, нет, отец все еще в городе? Там же живет или хочу я к нему наведаться? Да не один, а со всей семьей». Зоя Петровна сидела напротив внука, сложив поверх фартука натруженные в мелких морщинках руки. Когда смысл спрашиваемого стал ей ясен, она закивала головой. «Живой он, Костя, и там же живет. И я ведь к нему тоже ходила. Когда у тебя Джосеф родился, почему-то мне захотелось сказать твоему отцу, что у него уже внук есть. Пришла к его дому синими воротами. Стучу, никто не отворяет. Иду назад, и вдруг вижу на другой стороне улицы появился он из-за угла с собакой. Вот только собралась окликнуть и подойти. Да не тут-то было. Женщина догоняет его и рядышком пошла. Жена, видимо. Так они и зашли вместе во двор. А я постояла, постояла, да домой и отправилась. Не решилась при ней-то говорить. А года через три после этого встретила его в магазине. В кассу стояла в очереди, а он впереди меня. Отошла в сторону, чтобы не упустить, думаю, потом рассчитаясь. Подошла к нему, как только он от кассы отошел, и говорю, «Здравствуй, Евгений, хочу тебе радостную новость сказать. У тебя внук растет, вот фотография у меня есть». Показываю ему, а он на фотографию и не смотрит. А кинул меня таким холодным взглядом и говорит, «А мне-то что, пусть себе растет?» и пошел прочь. Костя слушал рассказ бабушки и с каждым следующим словом чувствовал, как его сердце сжимается от нарастающего чувства горечи. «Годы не изменили его», думал он, «Да и не может время менять сердца людей. Время меняет лица. Так поется в одной известной песне, а сердца меняет только Бог. Только Бог. И поэтому я должен идти к Нему. Идти, даже если идти во имя Божьей любви». «Хорошо, что он живет здесь. Мы молимся об этой встрече, бабуля, с Руфью и с детьми». Костя взял бабушкину руку и погладил ее. «И сегодня вечером пойдем к нему, а там как устроят всемогущие. Надо же исполнить повеление Божье, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Я верю, это угодно Христу». «А ты, бабушка, как? Согласна со мной? Благословляешь на это?» «Благословляю, да еще как благословляю, родной, идите, и да будет вам в помощь наш Господь». «Доброе утро!» «Приветствовала Зоя Петровна и мужа Руфь. Я сегодня так славно спала, словно в детстве». «Точно, милая, ты в детство и попала. Вдохни его вкусный аромат. Сегодня бабушка будет угощать нас блинами». «Ты такого еще не ела? Я научу тебя, как это делается. Смотри внимательно, любимая». Костя улыбнулся бабушке. Взял еще теплый, блестящий от масла блин, свернул его трубочкой и окунул в клубничное варенье. Потом положил его в рот, закрыл глаза и стал медленно пережевывать, изображая на лице верх удовольствия. Проглотив блин и открыв глаза, он картинно втянул воздух и издал звук наслаждения. «Теперь твоя очередь, Руфь». Костя проделал то же самое со вторым блином и поднес его к рту Руфи. «Повторяй в точности, иначе утратишь полноту вкусового впечатления!» Руфь, едва сдерживая себя, чтобы не расхохотаться, решила до конца подыграть мужу и, приняв в рот блин, повторила в такой же последовательности все Костины действия. Но потом все же не удержалась и прыснула задорным молодым смехом. Засмеялась и Зоя Петровна, и Костя тоже. На кухню забежали Джосеф и Аделия. Не понимая, в чем дело, но, видя охваченных смехом взрослых, они с детской раскованностью присоединились к смеющимся. Теперь смеялись все, словно по кухне пролетел вирус заразительного смеха. Такси, в котором ехали Костя с семьей, остановилось на расстоянии десяти метров от синих ворот. Уже смеркалось. Константин попросил водителя подождать несколько минут, оставил семью в такси и пошел удостовериться, дома ли его отец. Подойдя к воротам, он мысленно возвал к Иисусу. Господи, вот и наступил этот час встречи. Пойди впереди меня и устрой ее. Я приму все, как от тебя. Костя увидел кнопку звонка и нажал ее. Тут же раздался приближающийся лай собаки. И вот она она уже истошно загавкала у самых ворот. Затем над головой Костя вспыхнула электрическая лампочка. Спустя несколько мгновений ворота приоткрылись. И женщина лет сорока, сорока пяти очень миловидная, с высокой прической выглянула из-за них. Вам кого? спросила она, увидев незнакомого ей человека. Добрый вечер, приветствовал ее Костя. Могу я видеть Евгения Грачева? Скажите ему, пожалуйста, что его спрашивает сын Константин. Сын? Но у него то есть его сын живет в Америке, насколько мне известно. Впрочем, я скажу ему, подождите. И ворота закрылись. Когда ворота снова открылись, Костя увидел своего отца. Евгений смотрел на человека, стоящего за воротами и назвавшего себя его сыном. Косте вспомнился тот двадцатилетней давности взгляд отца, когда он выставил своего сына подростка за вот эти самые синие ворота. Ты мой сын? Костя? Наконец произнес Евгений, внимательно вглядываясь в Костя на лицо. Костя подтвердил это, качнув головой. Тогда Евгений распахнул ворота и, пропуская Костю во двор, с некоторой неохотой сказал «Ну, что ж, если так, входи!» и крикнул жене «Ирина, закрой собаку в гараж!» «Благодарю вас, только я не один, у меня семья там!» Костя показал сторону стоящего такси. «Жена, дети!» Евгений посмотрел в ту сторону, куда указал Костя и, замешкавшись, словно раздумывая, как поступить, добавил «Семья, говоришь, так зови и их, проходите в дом!» Костя вернулся к такси. Евгений видел, как он достал бумажник, рассчитался с водителем. Потом из машины вышла стройная женщина в короткой белой шубке, затем мальчик и последний девочка. Все в полном молчании подошли к синим воротам, где стоял, ожидая их, Евгений Грачев. Он задержал свой взгляд на Руфи и отметил про себя «Красивая!» Мельком взглянув на детей, сказал «Далекий же вы проделали путь! Добро пожаловать в Россию! А теперь и к нам! Ирина, встречай гостей заморских!» Дом Евгения был отстроен и отделан добротно, даже богато. Зал был просторный, мебель светлая, светло-слоновые кости. Диван и кресло кирпичного оттенка, кожаные. Над диваном висела большая, написанная маслом, картина, на которой был изображен восход солнца, ласкающего золотыми лучами зеркальную гладь моря. Ирина предложила гостям снять верхнюю одежду и располагаться где кому нравится, и незаметно для всех вышла на кухню. Евгений подождал, когда все расселись и тоже сел на принесенной женой легкий плетеный стул. В комнате зависла гнетущая тишина. Казалось, каждый чувствовал себя неуютно. Пауза затягивалась и вдруг маленькая Аделия вскочила со своего стула и подошла к Евгению. Здравствуй, дедушка Женя, я так рада, что ты нашелся. Аделия говорила с выраженным акцентом, и это придавало ее речи особую прелесть. У меня три бабушки есть, и был только один дедушка Дэвид, а теперь есть еще и ты. Я хочу тебя обнять, дедушка Женя. Аделия потянулась на цыпочках и обвила шею Евгения своими ручонками. Евгений никак не ожидал такого поворота событий и сразу даже растерялся. Он опустил глаза от смущения, но уже через мгновение одной рукой обнял девочку. она почувствовав ответное хоть и не очень уверенное объятие чмокнула Евгения в щеку. Потом с видом человека сделавшего важное дело вернулась на свое место. Когда Евгений поднял глаза он увидел стоящего напротив Джосефа, который последовав примеру сестры тоже подошел к дедушке для приветствия. Я тоже рад познакомиться с вами, дедушка. Мальчик протянул Евгению руку и тот пожал ее. Меня зовут Джосеф, по-русски Иосиф. Это библейское имя, дедушка. А вы Библию читаете? Библию? Нет. Я Библию не читаю. Евгений заметил, как во взоре подростка мелькнуло не то удивление, не то сожаление и поспешил добавить. Да у меня и нет ее, а то может быть и почитал. Отец, мы действительно все счастливы, что эта встреча состоялась. Долгие годы я желал этого, а потом мы с Руфью вместе мечтали об этом, просили Бога устроить нашу встречу. Позже нам стали в этом помощниками наши дети, и вот Господь ответил «Слава Ему!» Евгений слушал своего сына, то поднимая, то опуская взгляд, и на его скулах играли желавки. Что он думал, о чем вспоминал, что испытывал в сокрытых глубинах своей души, помыслы сердца человека, глубокие воды, так говорит Священное Писание и добавляет, но человек разумный вычерпывает их. Никто из присутствующих не знал, что волнует Евгения, какие сердечные струны тронули простые, искренние речи внезапно появившихся внуков и сына. А он совсем еще не был готов вычерпать глубокие воды из своего сердца. Все были так погружены в сложную атмосферу натянутого общения, что не заметили отсутствие Ирины. А она уже накрыла стол в столовой и, вдруг появившись на пороге зала и приветливо улыбаясь, пригласила гостей к столу. Чем богаты, тем и рады. Пожалуйста, проходите в столовую. Она у нас большая, в семь места достаточно. А ужин получился на скорую руку. Ирина явно скромничала. Стол был накрыт прекрасным японским сервизом. В хрустальных вазочках стояла черная и красная икра, тонко нарезанные сыр и колбаса. В плетеном из соломки блюде лежали два вида хлеба и золотистые сушки. Земляничное варенье, одуванчиковый мед, настоящее домашнее сливочное масло, шоколадные конфеты, вафли домашнего приготовления, сухофрукты. Все выглядело довольно аппетитно. Когда все уселись за столом, Ирина извлекла из духовки запеченные сардельки с картофелем и водрузила свое скорое фирменное блюдо на середине стола. Евгений с благодарностью взглянув на жену, достал из буфета коньяк и сухое вино и попросил жену поставить на стол рюмки и фужеры. Ирина взялась было исполнять его просьбу, но Костя, перехватив вопросительный взгляд жены, попросил, можно без спиртного, отец, пожалуйста, мы бы хотели трезвого, доброго общения. Ирина и Евгений переглянулись и никак словесно не выразив, Евгений убрал коньяк и вино снова в буфет. Постепенно разговор стал налаживаться. Ирина и Руфь тоже перебрасывались фразами. Дети с наслаждением пробовали все понемногу, делясь вкусовыми ощущениями друг с другом. Почему вы выбрали зимнее время для поездки? Обычно люди планируют отдых на летние месяцы. Евгений выразительно посмотрел на Костю. Что можно увидеть в наших заснеженных местах в декабре? Дедушка, мы приехали поздравить вас с Рождеством! Аделия смотрела на Евгения широко открытыми глазами, словно выражая удивление по поводу его непонимания. Мы привезли подарки для вас! Взглянув на отца, потом на маму, Аделия выскочила из-за стола и выбежала в зал, где стояла сумка, в которой лежали подарки. Извлекая из нее один сверток за другим, она выбрала нужный и вернулась в столовую. Потом, будто что-то вспомнив, торопливо обратилась к Джосефу. Джосеф, ты должен первый подарить свой подарок, а потом я, а то не получится. Ну же, Джосеф, давай, неси свой сверток. Костя согласно кивнул сыну, и Джосеф принес свой подарок. Он подал Евгению, обернутый в красивую блестящую бумагу, прямоугольный сверток и попросил дедушку развернуть его. Евгений излег картину, на которой был изображен младенец Иисус, лежащий на соломе в яслях. От его головки расходились во все стороны лучи, освещая все вокруг. Картина была сделана очень искусно, правильно чередовались свет и тени, поэтому она скорее напоминала фотографию живого лица, чем рисованную картину. Я уже видел подобное изображение, кажется, на одну из открыток, и, как я понимаю, это и есть рождественская история. Да, Джосеф? Да, правильно, дедушка, подтвердила Аделия, опережая своего брата. Только это еще не все. Вот, дедушка, теперь открой мой сверток. В свертке оказалась звезда с электрическим проводом. Дедушка, эту картину нужно повесить на стену, на ней нужно прикрепить эту звезду, убедительно предлагала Аделия. И тогда все будет правильно. Дедушка, куда ты хочешь повесить наши рождественские подарки? Папа тебе поможет. Правда, пап? Помоги, дедушки, прямо сейчас. Ну же, ну пожалуйста. Аделия была такой непосредственной и такой детской искренностью дышала ее речь, что Евгений не смог сдержать улыбки и встал, чтобы исполнить желание девочки. Когда на стене в столовой была прикреплена картина, а над ней засветилась звезда, Аделия радостно воскликнула. Вот и к вам пришло Рождество! Папа всегда говорит, что Рождество всегда начинается с Иисуса. И Аделия захлопала в ладоши. Как здорово! Как здорово! Как хорошо! На самом деле это давным-давно случилось. В Вифлееме родился Спаситель Иисус, сказал Джосеф, обнимая сестренку, и этим, давая ей знак, успокоиться. Сегодня он живет на небесах со своим отцом и продолжает звать к себе всех грешников. Вся наша семья любит Господа, дедушка, и мы все хотим, чтобы и вы полюбили Иисуса. С ним правда очень-очень хорошо. И самое главное, Иисус скоро снова вернется. И вот от нас с Руфью Библия. Это книга-книг. Так называют ее во всем мире. Костя открыл первую страницу и что-то стал писать в книге. На какое-то мгновение он остановился, и ручка зависла в воздухе. Но уже в следующее мгновение он докончил надпись и, закрыв Библию, подал ее отцу. Я думаю, нам уже пора. Сердечно благодарим зародушие и вкусный ужин. Отец, можно вызвать такси? Спасибо за подарки. Евгений приподнялся со своего стула и взял в руки Библию, поданную Костей. Вот, Джосеф, и у нас теперь есть эта книга. Я обещаю тебе почитать ее. А насчет такси? Зачем это? У меня машина есть и адрес знаю. Отвезу вас. Вы ведь не будете возражать? За весь вечер Евгений ни разу не назвал Костю сыном. Это печалило Константина. Но он и понимал, что его отцу, как человеку, прожившему вдали от своего дитя долгие годы и никогда не проявлявшего о нем никакой заботы, трудно сразу изменить свои чувства и переступить эмоциональный барьер. На предложение отца Костя ответил радостным согласием. Он очень хотел видеть его вне присутствия жены Ирины. Нет, отец, мы не будем возражать. С благодарностью принимаем твое предложение. И хозяйку за все благодарим. Все было вкусно. Руф подошла к Ирине и нежно обняла ее. Вы прекрасно готовите, Ирина. Муж прав. Хочу подарить вам этот маленький значок. С этими словами Руф отстегнула со своей кофточки христианскую эмблему. Над землей голубым шаром парит белый голубь. Это не просто значок. Это замечательный символ Божьей истины. Наша земля находится под неусыпной заботой Творца. Когда Иисус Христос крестился в Иордании, голубь спустился на его голову. Голубь символ Духа Святого. Я от всего сердца желаю вам с Евгением войти под охрану сень Духа Божьего. Мы будем молиться о вас. Благословляем вас и ваш дом от всего сердца с искренней любовью. Евгений остановил машину напротив дома Зои Петровны. Костя сжал руку Руфь, и она все поняла. Еще раз поблагодарив Евгения, Руфь с детьми вышла из машины и направилась к дому бабушки Зои. Когда они вошли во двор, Костя достал из кармана конверт и подал его отцу. Это было письмо от Вероники. Мама просила это передать тебе, отец. Я очень рад, что увидел тебя. Наконец-то мое желание исполнилось. Желание всей моей жизни. Костя протянул руку отцу, и тот молча пожал ее. Костя вышел, и машина тронулась с места. Проводив ее взглядом, Костя вздохнул полной грудью морозный ночной воздух, поднял глаза к небу. Слава тебе, мой дивный Бог! Благослови моего земного Отца и спаси его по милости твоей неизреченной во имя Сына Иисуса. Редактор субтитров Евгений выехал на соседнюю улицу и заглушил мотор. Ему хотелось побыть одному. Включив свет в салоне, он вытащил из-за борта полушубка Библию, подаренную Костей, открыл ее и прочел оставленную рукой сына надпись «Самый прекрасный праздник Рождества дорогому папочке от сына Кости и его семьи с надеждой и любовью. Папочки это слово словно горячий уголь упало на сердце Евгения и он почувствовал сжение в груди. Он назвал меня таким таким именем произнес он вслух прижав руку груди чтобы как-то смягчить разгоравшийся в груди огонь мой сын единственный сын Костя мои внуки Джосеф и Аделия мои потерянные и Евгений не мог закончить просто не решался высказать вслух то что хотелось его душе он снова и снова читал надпись в Библии потом вспомнив о письме взял его с машинного кресла и вскрыл глаза побежали по строчкам написанным давно забытым почерком его первой жены мир тебе Евгений я не считаю годы которые разделяют нас уже на всю жизнь земную жизнь но есть еще другая вечная жизнь с любящим нас отцом я уже не живу прошлым потому что прошлое не исправить прощенное и принятое Богом я имею доброе настоящее и славное будущее надежда которая мне открылась ведет меня в отчий дом я не смела бы называться христианкой если бы не желала увидеть и тебя в доме небесного отца в нашем коротком браке было и хорошее а о плохом не будем говорить прости меня за то что своим скоропалительным уходом я раз и навсегда все разрушила все значит все я искренне буду рада если между тобой и сыном произойдет примирение кости всегда не доставала отца несмотря ни на что он любил и любит тебя я это знаю с его слов ищу желаю чтобы ты услышал божий зов и ответил на него молюсь об этом искренне благословляю вероника евгений евгений прочитал письмо дважды перед его взором вспыхнуло словно кадр из давно забытого фильма первая встреча с вероникой когда он назвал ее прекрасную незнакомку по имени спонтанно угадав его и когда она купила ему мороженое как давно это было и как недавно он улыбнулся окунувшись в воспоминания огонь в груди утихал уступая место невыразимой печали слишком много переживаний для одного вечера пронеслась свежая мысль отстраняя все остальные Вероника я и не думал что ты когда-нибудь еще напишешь мне письмо и даже обратишься ко мне по имени Евгений все в прошлом и прошлое не исправить Евгений загнал машину в гараж и вошел в дом его встретила встревоженная жена что случилось ты отсутствовал больше часа Женя ложись Ирина спать ничего не случилось а если и случилось то очень очень давно я сейчас тоже приду и и и КОНЕЦ 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 «Ты хочешь, чтобы я поехал?» – небрежно спросил Евгений. «Я?» – удивилась Ирина. «По-моему, этого должен хотеть ты, ведь Костя твой сын!» – и добавила в сердцах. «Я не понимаю тебя, Евгений!» Вернувшись на кухню, Ирина принялась за мытье оставленной посуды, а Евгений сложил газету и задумался. Его взгляд упал на журнальный столик, где лежала подаренная Костей Библия. Открыв ее, стал беззаботно листать страницу за страницей. Вырывая отдельные фразы из текста, он не останавливался ни на одной и листал дальше. За Ветхим Заветом следовал новый. Евгений продолжал листать, читая «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Прочитал Евгений, и этот текст вызвал у него интерес. Он продолжил чтение. «И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. «Что это за история?» Слух произнес Евгений. Из кухни донесся голос жены. «Женя, ты что-то сказал?» «Нет, ничего, я так». Отложив Библию, на ходу ответил Евгений. Сняв с вешалки куртку, накинул ее на плечи. «Ирина, я поехал в аэропорт». Дверь с шумом захлопнулась за поспешно вышедшим Евгением. «Ирина, я поехал в аэропорт». Евгений быстрым шагом вошел в здание аэропорта и направился к справочному бюро. Подойдя к окну, он торопливо произнес. «Здравствуйте, девушка. Меня интересует рейс 779. На этот рейс регистрация уже закончена. Пассажир в накопителе». Монотонно ответила сидящая девушка за окном. Через несколько минут начинается посадка в самолет. «Мне нужно увидеть одного человека, сына. Очень нужно. Я не могу вам ничем помочь», ответила девушка. Но, взглянув на Евгения, вдруг изменила тон и снисходительно добавила. «Пойдите к дежурной и попросите ее. Возможно, еще успеете». Евгений, обернувшись, окинул зал ожидания, надеясь увидеть дежурную. Выхватив взглядом женщину в темно-синей форме, работник аэропорта, бросился к ней. Сбивчиво объясняя свою просьбу, он смотрел на дежурную таким умаляющим взглядом, что та согласно кивнула головой и сказала, что попробует, и поспешно направилась к накопителю. «Константин Грачев!» Приоткрыв дверь накопителя, дежурная громко назвала имя и фамилия сына Евгения. «Константин Грачев! Вас желает видеть отец! Подойдите сюда!» От сильного волнения у Евгения выступили на лбу капельки пота. Дрожащей рукой он вытер лоб. Прошло несколько секунд, а ему казалось, что время никогда не было таким медленным. Наконец, дежурная отошла в сторону, пропуская Костю, и попросила. «У вас только несколько минут, посадка уже началась!» Костя шагнул к отцу и, протянув к нему руки, взял его в свои. «Отец! Ты все-таки пришел! Костя смотрел на отца с такой выразительной нежностью, что даже его глаза увлажнила слеза умиления. «Спасибо, папа!» Евгений взглянул прямо в глаза сына, впервые за все время встречи. Он хотел что-то сказать доброе, ласковое, но чувствовал непреодолимую трудность. Так они, отец и сын, стояли несколько мгновений в полном молчании, и только их взгляды передавали трогательные движения их душ. Увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Слова, прочитанные Евгением только час назад, всплыли в его памяти. «Сынок!» Выдохнул чуть слышно Евгений. «Прости меня! Пожалуйста! Прости!» И, сделав резкое движение, притянул костью и крепко прижал к себе. Глухой стон вырвался из груди Евгения, и, скупая горячая слеза, скатилась по его щеке. «Я люблю тебя, Папа! И благословляю тебя именем Господа!» Костин ответ достиг слуха Евгения, и, сказанные от искренней любви слова, словно могучий молот, разрушили стену отчужденности между сыном и отцом. «Я всегда любил тебя и тосковал! Я буду писать тебе!» «Все, пора!» Голос дежурной вернул растроганных мужчин к необходимости расставаться. «Пожалуйста, пассажир Грачев, вам следует идти на посадку. А вы...» Она заботливо предложила Евгению. «Можете пройти на второй этаж. Там с террасы хорошо видна посадка на самолет». Евгений стоял на террасе и смотрел, как по трапу поднимаются пассажиры рейса 779. И вот он заметил, как подошла к трапу Руфь, которая держала за ручку Аделию. За ними шел Джосеф и, наконец, Костя. Когда билеты были проверены, они стали подниматься по трапу. Костя обернулся и взглянул на террасу. Увидев отца, он что-то сказал Руфи. Она тоже обернулась и помахала Евгению. Через мгновение уже все четверо махали ему, а Аделия посылала дедушке воздушные поцелуи. Евгений помахал им в ответ и, чуть подавшись вперед, подражая внучке, послал свой воздушный поцелуй. Аделия увидела этот жест и подпрыгнула от восторга на ступенях трапа. Руфь поддержала ее, теряющую равновесие. Тогда она захлопала в ладоши и что-то прокричала дедушке. Но, к сожалению, Евгения он не мог расслышать, что именно. Вскоре двери самолета закрылись и трап отъехал. Заработали двигатели самолета и через несколько минут он плавно тронулся с места и вырулил на взлетную полосу. Евгений смотрел, как самолет отрывался от земли и устремлялся в высокое небо. «Сохрани их, Господи!» Совсем неосознанно прошептал Евгений, провожая взглядом самолет, пока он не превратился в маленькую исчезающую точку. «Это все произошло на самом деле? Я обрел сына, у меня есть внуки, и в мой дом пришло Рождество!» Мысли Евгения бежали одна за другой, заставляя учащение биться его взволнованное, несказанной, но уже осознанной радостью сердце. Он вспомнил, как Аделия попросила его прикрепить на стенке картину с младенцем и рождественской звездой и улыбнулся. «Милая, милая девчушка, я никогда не сниму эту картину. Пусть она напоминает мне о том, что в нашей сложной земной жизни могут происходить настоящие чудеса!» Евгений снова взглянул в сторону исчезнувшего самолета, и следующие мысли приятно удивили его самого. «В мою жизнь возвратились самые дорогие люди!» «Костя, сынок, как красиво и желанно звучит это слово! Сынок!» «Как долго мой язык не произносил это милое сердцу слово!» «Сынок!» «Сыночек!» 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 Вечерний сумрак опускался на землю. Евгений плотнее запахнул куртку и, спустившись с террасы, направился к своей машине. Вспыхнули уличные фонари, ярко освещая всю территорию аэропорта. Проезжая мимо автобусной остановки, Евгений увидел Зою Петровну, медленно идущую по тротуару. Затормозив, он сдал назад и, поравнявшись с ней, остановил машину. «Зоя Петровна!» громко позвал он. «С Рождеством вас! И с наступающим Новым Годом! Садитесь! Я подвезу вас домой!» «Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога, друг друга простите, и енотные тучи пройдут! Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью прости, прости от сердца не для вида, и, брата, с миром отпусти! «Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога, друг друга простите, и ненастные тучи пройдут! «Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога, друг друга простите, и ненастные тучи пройдут!» Быть может, брат виновен в многом, разбойник, мытарь, блудный сын, но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил! Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога, друг друга простите, и ненастные тучи пройдут! «Примиритесь, Пусть никогда в огне паше на небе солнце не зайдет, любите, нет, рука прощайте, как вас самих простил Христос! Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога, друг друга простите, и ненастные тучи пройдут! Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога, друг друга простите, И ненастные тучи пройдут.